Новая выставка от Перезимья до Протальника, которая открылась в Музее народного образования Симбирской губернии, посвящена народным праздникам первых трех месяцев Нового года – Святкам, Крещению и Масленице. В народной жизни это были значимые события, с ними связано множество развлечений и обрядов. Есть и такие, которые характерны только для Симбирской губернии. Существует мнение, что традиция на Масленицу, взятие снежного городка – это чисто наша симбирская традиция. Масленицу в любой области отмечают по-разному. Ну вот у нас, как я уже отмечала, в Павловке, например, Масленицу называли дремой, ее кроме соломы наряжали в женское платье, еще зашивали залу, ставили перед окном, ну и в конце праздника ее жила та же участь, что и всех, собственно говоря. Конечно, сотрудники музея не обошли вниманием. Один из наиболее привлекательных народных развлечений – это гадание. Но гадать допускалось только до Крещения. Крещенские гадания считались наиболее точными. В музее показали наиболее простые способы гадания – воском на воде и при помощи лодочки, которая указывает на вашу дальнейшую судьбу, расписанную на бумажках. Когда-то это были символические предметы. На самой выставке представлены очень интересные материалы из фондов музея-заповедника. Это подлинные гравюры Джона Аткинсона 1803-1804 годов. Его еще мальчиком привез в Россию родственник – известный английский гравюр Джеймс Уокер. Сразу же по возвращению в Лондон Джон Аткинсон пишет для альбома живописной зарисовки манер, обычаев и развлечений русских в 100 раскрашенных рисунках. Зарисовки очень колоритно отображают бытовые сценки из жизни русского народа. В экспозицию вошла графика нашего земляка Дмитрия Архангельского, члена Союза художников СССР, учителя рисования, который давал уроки и Аркадию Пластову. На выставке мы можем увидеть великолепные пейзажи Симбирска и его окрестностей. Также в экспозиции представлены открытки Николая Каразина, создателя первых отечественных почтовых открыток. Выставка продлится до 8 апреля. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.